Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Дачные советы Отплодоносили плодово-ягодной культуры И теперь нужно срочно Отблагодарить их За огромный урожай ягод Которые они дали в этом году Именно сейчас начинается Второй период обильного роста Корневой системы У многих видов растений Кроме этого, начинаем посадки земляники Несмотря на жаркую погоду Почему? Да потому что чем раньше посадим Тем лучше урожай соберем Уже на следующий год Поэтому не надо отдалять посадку земляники На сентябрь, тем более октябрь месяц Она должна приняться Хорошо укорениться Дать новую чистую, хорошую листву Земляника герой сегодняшней программы Так, у меня три грядки новых земляники Будет вместо одной выкорчеванной Я увеличиваю объемы посадки земляники Потому что очень выгодно ею торговать Я выбрала для себя раннюю Она дает раннюю продукцию Можно ее сбыть по самой дорогой цене У меня в руках Дар Селект Под земляник очень важно выбрать Хорошего предшественника Вот на этом участке была когда-то морковь В этом году были арбузы Это хорошие предшественники Теперь можно посадить сюда смело землянику И тем не менее грядка была пролита Суспензии хлореллы Для обеззараживания почвы Почва доведена перед посадкой До состояния нормальной влагонасыщенности Делаем просторные луночки Каждую луночку кладу по горсти биогумуса Перегной мне не пользуюсь Заметила я своего жизненного опыта Дам перегной на следующий год Ждите, заболеет земляника Обязательно серой гнилью Вот сколько в этом перегное всякой заразы Поэтому вместо перегной беру биогумус Тем более он более питательный по составу Чем перегной Там нет семян сорняков Добавляю еще фосфорное удобрение Чтобы побольше было цветов на следующий год Либо золы Все перемешиваем Пока я делала лунки Саженцы с земляникой Стояли в растворе сапропеля Очень хорошие результаты после этого Уже испытаны несколько лет На разных посадочных материалах Вот в болтушке из-то пропеля Подержали саженцы Вот он какой густой Вот сколько здесь питательных веществ Макро-микроэлементы Биологически активные вещества И вот теперь готовый саженец С двумя хорошими листиками мы видим Хорошая сердцевина Высаживаем Вы видите, как я сажаю мелко Не глубоко Потому что он еще уйдет потом В рыхлую почву Затянет его туда И погибнет Сгниет ваш куст Сажайте таким образом Чтобы вот эта верхушечная почка Была вровень с поверхностью почвы Нельзя сажать выше Нельзя сажать ниже Выше будет вы замерзнет Растение зимой Глубже по сайте Сгниет На расстоянии 40 сантиметров Я высаживаю второе растение Обращаю внимание, что сажаю в один ряд Раньше сажала в два И даже в три ряда А теперь вот в один ряд решила Видите, как меняется технология с годами Все дело, чтобы поменьше работы мне было Почему я сажаю в один ряд? Еще одна причина Я ведь буду торговать не только ягодой Но и посадочным материалом Пусть разрастаются усы Я их продам И оправдаю все большие деньги Которые мы сейчас платим за посадочный материал За год это все оправдывается Земляника очень благодарная культура В конце недели, после нескольких поливов Еще раз проследите Не затянула ли почва растения вглубь И пересадите мельче Здесь не столько важно, сколько удобрений вы сюда насыпали Земля-то свежая, земляники-то больше и не надо Она неприхотливая культура Самое важное, правильно ее посадить На нужную глубину Если вы видите пятнистости какие-то на листьях Старенькие листья сразу обрезайте, не жалейте Оставляйте столько Можно оставить даже одно сердечко И она отойдет, пойдет и будет великолепно и чистая У кого на участке много вредителей, они сейчас кругом А на землянике, еще раз обращаю ваше внимание Невидимый враг есть, но очень существенно Это клещи, их очень много Белокрылки в этом году тоже очень много Я советую сразу после высадки, через неделю Вот она примется и сразу ее опрыскайте Например, препаратом фуфанон или карбофос И белокрылку возьмете, и клещей тоже А эти препараты действуют и на клещей тоже Почему я не советую сажать землянику рядом с малиной? У них общий вредитель, долгоносик И сейчас с малины, если вы увидите на малине вот эти дырки на листьях Это долгоносик И сейчас, вот в это время, он перебирается на зимовку, на землянику Обработайте У кого капуста, сейчас смотрю, начала ведь отолковаться вот сейчас Позднеспелая капуста Все объедены, ну какие вилки-то будут Обработайте препаратом Децис Старые листики, там где их много, лучше убрать Не надо, чтобы питание они тянули на себя Скорее распустятся новые, здоровые Вот видите, как много здесь листьев в розетке Не нужны они Убираю вот так вот два Оставила и достаточно Теперь берем лейку Добавляем туда Моей любимей суспензии хлореллы На 10 литров полстакана стакан И для того, чтобы быстрее отросли новые листья Суспензии хлореллы проливаем поверху по листу И почва при этом будет очищаться от всякой заразы И лист быстро нарастает Вот в таком виде оставлять грядку ни в коем случае нельзя Вот с болотом Приедьте через неделю, будет страшная корка Обязательно надо замульчировать Либо сухой почвой, это уж в крайнем случае Если нет торфа, старых опилок, скошенно из газона травы У кого есть деньги, покупайте агроткань Она роль мульчи выполняет Влагу хорошо бережет Через нее проходит влага Поливаете и сорняков не будет И прирастать усы не будут У кого нет денег лишних То вот такой метод простой Укрывайте чем угодно Досками, камнями Так, вот таким образом будут посажены три грядки Биогумус хорошего качества И по приемлемым ценам можно заказать В Самаре по телефону 972 70 95 А в Тольятти по телефону 22 57 89 Внимание, новинка Жидкий биогумус Компания Биокомплекс производит и реализует Органические средства по уходу за растениями Спрашивайте суспензию хлореллы в магазинах вашего города Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам, как восстановить почву После уборки урожая Сидираты Это травы удобрения, которые восстанавливают почву Кроме всем известной горчицы Есть много видов сидиратов Например, фацелия Она растет быстрее всех И имеет хорошую зеленую массу Но в августе хорошо посадить сидираты Семейства бобовых Например, люпин однолетний Либо бобы кормовые, либо горох-пелюшка У них очень мощная корневая система Они здорово дренируют почву И обогащают ее азотом Еще один общеизвестный сидират Это рожь озимая Посадите ее, как и другие травы сидираты осенью Для того, чтобы молоденькие растения попали в теплые ночи Если вы посадите сидираты в конце сентября в холодные ночи Тогда они будут совсем маленькими Выгоды и пользы будет меньше Поэтому, как только вы убрали лук, чеснок, капусту, морковь Не откладывая, сразу же сеете сидираты на это место Осенью их можно будет не подрезать Они своими стеблями будут задерживать снег А весной вы граблями их уберете И у вас будет очень пышная и жирная почва Семена просто рассыпаем А затем барануем граблями Или засыпаем пускорезом После посева сидиратов Грядку проливаем для профилактики Микробиологическим препаратом Восток М1 Для санации земли Приходите к нам в Центр природного земледелия Мы вам подскажем, какие сидираты сеются После какой культуры Большой ассортимент семян сидиратов Микробиологические удобрения Сияние Восток М1 Садово-огородный инструмент Органические удобрения Все вы можете купить В магазинах Садового центра природного земледелия Ларисы Маланиной Запишите адреса магазинов Проспект Металлургов 56 И улица Гагарина 159 Здравствуйте Продолжаем разговор О лучших сортах Крупноплодной садовой земляники Но сегодня я хочу поговорить О ягоде необыкновенной И называется она Земклуника Это гибрид Садовой земляники И лесной клубники Земклуника получена Российскими селекционерами в 80-х годах Этот сорт унаследовал от клубники И ее вкус и аромат И также прекрасную зимостойтость А садовая крупноплодная земляника Подарила ему возможность Плодоносить крупными ягодами Сорт земклуники называется Купчиха Относится к среднеранним Ягоды у купчихи крупные Имеют слегка удлиненную форму В среднем их масса колеблется От 20 до 25 граммов А в длину они достигают 3-4 сантиметров Аромат и вкус этих ягод Выше всяких похвал А теперь начнем разговор С раннеспелых сортов Крупноплодной садовой земляники И здесь на первое место я бы поставила Итальянский сорт Альба Это новейший ультраранний Промышленный сорт Ягоды у него очень крупные Средний вес 60 граммов Ягоды калиброванные Красивые, лакированные Сочной ароматной мякотью Это лучший промышленный сорт Италии Кстати говоря, сорт Альба Отлично себя чувствует И зимует в условиях среднего поволжья Из среднеспелых сортов Я бы выделила Английский сорт Онда Этот сорт, как и все английские сорта Пользуется большой популярностью в Европе Ягоды у него очень крупные Темно-красные Красивые, гребневидные формы Средняя масса ягод 60-80 граммов Теперь поговорим о сортах ремонтантных Которые плодоносят с ранней весны И до поздней осени Особенно вкусные ягоды У ремонтантных сортов Сейчас, в конце августа Когда наступает вторая волна плодоношения Среди новых ремонтантных сортов Я бы выделила два сорта американца Сан Андреас и Альбион Ягоды у них просто супер крупные И с одного куста за сезон Можно собрать до 3 килограммов Отличных, вкусных, крупных ягод Но, конечно, эти сорта Требуют высокой агротехники Особенно это относится к поливу И подкормкам Устойчивость к болезням Очень высокая Более устойчивые сорта К пятнистостям и гнилям И третий ремонтантный сорт Это сорт голландской селекции Он выведен специально для сладкоежек И называется Свид Эви Что в переводе означает Сладкая Эва Это действительно один из самых вкусных И самых сладких ремонтантных сортов Ягоды у него крупные От 30 до 80 граммов Достоинства сорта Отличные вкусовые качества И великолепный товарный вид И это далеко не все сорта О которых я буду вам рассказывать В нынешнем сезоне Уважаемые дачники Выбирайте и сажайте Удивляйтесь и радуйтесь А мы постараемся помочь вам в этом В магазинах дачная коллекция Новое поступление 15 лучших сортов Садовой земляники в контейнерах Впервые в Самаре Земклуника Уникальный гибрид Лесной клубники И садовой земляники Адреса магазинов Улица Победы, 111 И улица Самарская, 36 Гроздья винограда Уже поспели Пора убирать Потому что изяты слизни и осы Хватит их держать на кустах Это раннеспелый сорт Виктор Очень сладкий Очень урожайный Очень неприхотливый На винограде продолжайте Убирать пасынки Если до сих пор не убирали То это плохо Лоза может не подготовиться К перезимовке Не вызреть Сейчас, чтобы она вызревала Остановить ее в росте Для этого надо укоротить ее Вот так пройдитесь по всем веткам И обрежьте их Верхушки им Прищепните Виноград этот ни разу не обрабатывался От болезней Вот этот хороший сорт Устойчивый к болезням Ни разу не обрабатывался Вот Но что я хочу сказать Опрыскивала-то я его по листу Все-таки опрыскивала Чем? А вот этой парой Удобрение Благо и Циркон Тоже и по смородине Результат замечательный Внимание, новинка Экологичное, безопасное Высоко концентрированные Органно-минеральное удобрение Благо На основе Озерного сапропеля Оптимальная доза Расхода удобрения В рабочем растворе 10 миллилитров На сотку земли Справки по телефону В Самаре 225-24-67 Здравствуйте, дорогие друзья Продолжается работа В саду по посадке земляники Сортов пока очень много Выбор большой И поэтому приглашаем вас В садовый центр А сегодня я хочу вам рассказать Немного о необычных кустарниках Гудлеях Эти кустарники Еще редкие гости в саду Цветут они в августе Посмотрите, издалека Они похожи на сирень И даже, знаете, своим запахом Они немного напоминают сирень Очень тонкий аромат А кисти разных расцветок Здесь вот сиреневые, бледно-голубые Такие есть И белые соцветия Цветут они почти месяц Воскорослые сорта Можно высаживать Как отдельно стоящие кустарники Но есть еще низкорослые сорта Которые можно использовать Для создания Альпийской горки Ракариев И миксбордеров Еще один кустарник Который нас радует Сейчас своим цветением Это вигела Вигела интересна тем Что у них разные листья Посмотрите, пестролистные Есть вигелы Вигела с темными Красными листьями И зелеными И при этом цветы очень разные Вигела цветет Практически не переставая Еще один сорт Есть вигела Мариори Это новый сорт Который мы в этом году Предлагаем Одновременно цветут И розовые, и белые цветы Очень необычный кустарник Продолжает нас радовать Своим цветением гортензии Это ванила фрейзи Посмотрите, вот этот белый цвет Потихонечку меняется на розовый Как они долго цветут Как они украшают каждый сад Это просто нужно видеть И, конечно, кустарники Чем становятся взрослее Чем они краше Наверное, вот такую картину Наблюдают многие Сейчас в своем саду Стоит невыносимая жара Пекло Конечно, поливаем Три раза в день Видите, вымываются Все питательные вещества Обязательно Сегодня же Вечером Ни в коем случае днем Вечером мы будем Их подкармливать И подкормку будем Давать на влажную почву Нельзя Подкармливать на сухую почву И нельзя подкармливать жару К сожалению, страдают И люди, и растения Еще будет цвести до глубокой осени Но если сейчас не дадим подкормку Растение будет страдать И не будет выглядеть красиво Чтобы создать красивые клумбы И чтобы растения хорошо цвели Красиво выглядели Нужно немного уделить растениям внимание И подкормка, и обработка, и обрезка вовремя И тогда они будут нас радовать Долго своим цветением На всех площадках нашего садового центра Вы уже можете приобрести землянику Саженцы плодовых растений В контейнерах Кустарники, хвойники, деревья И, конечно, все средства защиты растений И удобрения для ваших любимых растений И воспользуйтесь осенней скидкой На декоративные растения Мы желаем вам красивого, здорового И цветущего сада Садовый центр Веры Глуховой Предлагает посетить площадки Самарии и Тольятти С саженцами плодовых И декоративных культур Внимание! Скидка 15% На все декоративные растения Справки по телефону в Самарии 212-04-42 Субтитры создавал DimaTorzok